здравствуйте говорит и показывает 31 меня зовут ксения банникова сегодня со мной валерий шаги здравствуйте тема нашей передачи индивидуальное жилищное строительство малоэтажное строительство у нас в гостях основатель и директор строительной компании житеева щербаков пётр здравствуйте подскажите что из себя представляет малоэтажное строительство и она чем-то отличается от индивидуального или возможно мы путаем как-то эти эти понятия просто малоэтажные в городе есть двухэтажные стоят это малоэтажное строительство вообще до 1 ташка это до трех этажей наверно наверно точно то есть те же там таунхаусы до двухэтажные бывает трехэтажные то есть все что до трех этажей это малоэтажное строительство на чем отличается это индивидуально но есть же многоквартирные это года то есть представьте таунхаус понимаете что такое два этажа где условно с двух сторон может быть вход для разных семей то есть это вот не индивидуально уже жилищное строительство то есть у тебя смежная стенка с соседом пусть это один соседа не 3 а то и 5 до если эта квартира один то это уже не индивидуальное жилищное строительство то есть не индивидуальный жилой дом по технологиям это как-то отличается вот для застройщик статус недвижимости будет просто иной а только юридическое до отличие по строительству там экономим уж общая стенка уст там house есть момент но вы сами то как считаете в рост идет этот рынок сейчас ну мы наблюдаем рост в течение пяти лет вот он был просто такой скрытный незаметный и специалисты не по недвижимости но я имею ввиду от агентства недвижимости риэлторы просто не обращали на это внимание на мы с этим уже начинали плотно работать продавали дома у других подрядных организаций вот и мы этот рост видим давным-давно просто вот этот пик бум да прям он с 20 с 20 с 21 года начал наращивать наращиваться такими темпами что сложно было его не увидеть уже связи с чем этот наш к вид в первую очередь к вид двадцатом году также вспомните что в двадцатом году ключевую ставку до 20 процентов подняли соответственно тем самым снизив сильно спрос на вторичную недвижимость да именно на квартиры вот и соответственно сельская ипотека очень хорошо работала в тот период времени она как раз таки в начале распространялась и на квартирный статус но вне черты челябинска а потом и квартирный статус убрали из этой программы и осталось только вот как раз и же с индивидуально жилое строительство и началось резкое развитие этой отрасли и спрос туда увеличился просто у людей осталось как бы одна дорожка как купить недвижимости какую то есть но это же отличается концептуально квартира в городе и дом вот психология вот психологии меняется сейчас потребитель смотрите мне кажется она не меняется потому что по всем вопросам там порядка 75 процентов людей они хотят жить в своем доме потенциально просто по различным причинам они не могут принять окончательное решение все по каким причинам ну во первых страх что дом это там отсутствует управляющая компания то есть если у вас ну ладно прям вот это первый страх управляющая компания есть это наоборот радость для некоторых потому что у нас люди постоянно с ними конфликтуют в многоэтажных домах а тут нет управляющей компании наоборот если у вас потекла крыша вы подняли сам только самостоятельно и ты сам себя не украдешь деньги где починишь за те за которые сам поймешь сколько нужно тоже это же первый страх любого человека свое жилье значит нужно все делать самому и значит это нужно сад-огород еще что-нибудь это верно первые при первой причины это то что самостоятельно до устранять какие-то проблемы в доме и вторая причина это не понимание как это вообще реализовать купить готовый дом но одна история до купил как бы все понятно но возникает риски а что внутри с чего он построен качественно ли его строили да то есть подводных камней ты ни один эксперт практически реально если только строительного эксперта вызывать и он там вообще вскроет там все вплоть до фундаментов до отстрелит а вот как построить вопрос кто построит а какая планировка будет а где построить и ну там в период строительства вообще там куча проблем возникает еще возникает страз страх того что нарваться на какого-нибудь недобросовестного это мы прямо сейчас поговорим на деле но и как вот это сейчас двигается сознание у людей уже становится больше предложений с добросовестными застольщи люди понимают чего не хотят и что сейчас люди хотят строить свой или покупать готовый и разница там есть в цене разница до будет в цене но невеликая вот но в отличие от готовые стройки готовый будет чуть дороже потому что это уже готовый продукт да то есть словно ты там заехал обои наклеил если это причастовая отделка мебель завезда но все дом уже готовый то есть рисков там долгостроили ты отдашь деньги те не построят нету поэтому конечно готовый будет подороже по строительству дома ну вот риск того что не достроя да у нас сейчас правительство начинает регламентировать этот рынок вот и раньше если подрядчику могли там даже ипотечные средства просто клиенты даже наличкой передать без ну то есть как принести просто наличкой принести кредитные средства снять и отдать да то сейчас у нас программа там единственное льготное действует да это не единственная сельская ипотека и семейную ипотеку продлили и по семейной ипотеке подрядчик может строить только с использованием и скроу счета то есть малая этажка тоже по то скроу попадает если это семейная ипотека только из крушен все скроу я напомню это сначала это на счет зачисляется вот у банка она лежит там подрядчик строит и как бы тут после акта подписания акта до выполненных работ то есть безопасная сделка это абсолютно а можно использовать материнский капитал при строительстве дома легко но то есть здесь никаких подводных камней нет уже нет точно так же как с квартирным статусом да то есть когда покупают по договору долевого участия точно также в первый взнос можно его использовать можно на погашение ипотеки досрочно использовать то есть все то же самое как с квартирами также также в с еще вот момент да такое мы про как меняет сознание людей данной же с сейчас стал выбор но почему спрос на жест растет потому что выбор становится ну очевидным просто как пример рассмотрим вторичная недвижимость сейчас если ее покупать ну к примеру студия я факт расскажу в городе 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 квартиров на вторичном рынке в ипотеку 2 900 52 950 стоит квартира есть первый взнос в районе 2 миллионов мы берем в кредит в ипотеку в обычную стандартную под в районе 20 процентов годовых платеж будет 31 тысячи рублей и это будет квартиры 24 квадратных метров вводные данные с таким же платежом мы можем купить дом 96 квадратных метров смысл есть он же будет немножечко располагаться в другой плоскости то есть не в центре города совершенно верно здесь есть разница ну и по квартирам если мы берем по новостройкам где тоже может применяться льготная ипотека да как на и жестом семейная ипотека тоже то платеж будет больше за счет стоимости квадратного метра то есть квартиры сейчас там 100000 плюс за квадратный метр да то есть на 100000 старый фонд скорее всего вы найдете а так 120 140 тысяч рублей за квадратный метр то дом будет но вот у нас там самый популярный проект он в районе 58 тысяч рублей за квадратный метр стоит это в предчистовой отделке в чистовую если вы его заведете он будет в районе 80000 рублей за квадратными все что вы говорите ведет к тому что рост индивидуального жилищного строительства и малоэтажки вон еще впереди еще вот прогнозируют 35 лет весны будет да тут же еще нюанс в том что льготную ипотеку как бы завершили и осталось вроде как семейная только и поэтому мне кажется спрос на индивидуальное жилищное строительство только еще будет возрастать и безусловно а вот есть такая штука не слышал тоже по припра психологию потребителей вот когда создается семья появляются дети все хотят за город потому что там природа свежий воздух потом обратный процесс начинает с дети вырастают назад в город люди вы как бы наблюдаете так тенденция да нет у нас не продают дома а среднестатистическо построил но они еще может не выросли до того уровня когда уже неохота лампочки вкручивать ходить все время скорее всего дети уезжают да когда создается там новая семья вот это же иллюзия строит огромные дома вот тут будут родители жить здесь будут действия потом живут сами ходят все это моет убирают и а дети гордни же налог платят а дети горят мы в городе не надо поэтому сейчас спрос и предложение на малоэтажку она в каких квадратных метров в каких емкостях вот будет формироваться ну минимальный запрос это семьдесят пять наверное квадратных метров ну то есть меньше это на какую семью это с одним ребенком то есть у нас 7 сейчас 12 ребенка это вот мы прям два ребенка уже скоро будет это вообще норма то есть как раньше с одним то так сейчас двумя уже будут думать как раньше рожать или 2 сейчас будут думать рожать или 3 и то есть соответственно самый популярный проект это с двумя с тремя спальнями то есть две спальни с одним ребенком до семья три спальни с двумя детьми вот и соответственно площадь это от 75 до 120 ну 140 еще квадратных метров тоже есть спрос все что не менее ниже или выше по площади уже спрос значительно снижается то есть вот эти все дворцы 90-х и двухтысячных они все в прошлое уже уходят уже ушли сейчас такой скандинавский взгляд на постройку все минималистично и вот это террасочка должна быть обязательно это один этаж это не знаю отдельная то есть дом должен разделяться на зону отдыха и зону там места проведения так вот мы допустим наших проектах кухню-гостиную в одну часть дома выносим спальни спальные помещения в другую часть дома выносим то есть запрос на участок около дома какой сколько люди хотят земли был не вообще хотят или нет сейчас же есть проекты где общей земли нет ну вот есть момент но остается у нас все равно 10 соток потребность она прям остается то есть это плюс к дому или вместе вместе с домом месте за и в основном эти 10 соток земли не нужны для огурчиков помидорчиков они нужны для баньки гаража то есть вот туда смотрим нужно ли разрешение чтобы баньку гараж построить но если вы строитесь в гр в разрешенных границах там соцтупом от соседей или там от леса ну зависимости к этом смежная территория без проблем то есть никаких ограничений в этом плане нет а вопрос средний такой потребитель вообще индивидуального жилищного строительства это кто вот что из себя представляет портрет того кто вот часто у вас за социальные вот мы сильно заметили что возраст снизился запроса то есть это сейчас вот 30 лет либо молодая пара либо молодая семья на вот это прям активные ребята которые но оставляют свои заявки да там по экскурсии им проводим то есть это вот молодые пары либо семьи вот с одним там двумя детьми ну двумя уже постарше вот ты тот основной наш клиент сейчас можно ли сказать что это именно те кто устал снимать квартиру и захотел уже свое собственное жилье на понимать что ипотека ему с квартиры немножечко будет тяжеловат или другие есть мотивы нет наверно другие мотивы ну вот нет наверно другие мотивы и мне кажется это некая эйфория себя таким помню что там у нас был один ребенок три года было сыну с супругой и мы вот резко захотели своем доме в твоем доме жить то есть типа квартиры машину некуда поставить а тут и помыл и в баньку сходил и в общем песня просто не вера это какой возраст был когда пришли к этому это было как раз где-то лет 30 лет этого целевая аудитория которая как бы я как сказал дети появляются и хочется уже за город и что соседи не было да 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 тип такого ну и молодежь да они такую чувствуют сейчас молодежи сильно независимые становится да то есть они там именно не надо там какую-то стабильность чуть такое вообще для них непонятно вот им надо некую свободу но и на дом наверное ну не наверное а дом точно дает эту свободу в плане вот социума я имею ввиду то есть ты свободен от социума хотя бы находясь дома то есть у меня нету сверху снизу соседей пространство ли да да вот есть личное пространство ты там что хочешь что делаешь как говорится территориально эти дома нигде располагаются то есть вот за пределами города слишком далеко от города или это возможно спокойно жить за городом и ездить на работу как на цену еще влияет удаленность на цену да безусловно удаленность влияет чем мы дальше от челябинска отдаляемся тем цена снижается на вот и есть у нас челябинске популярные и менее популярного направления самое популярное направление конечно же сосновский район именно направление кременкуля туда все развивается там активно застраивается а это чего она популярна из-за того что там начали строить или почему-то считается что именно этот район как-то или возможно там его считают более экологически чистым потому что там меньше всего производственных предприятий находится да у нас предпроизводственное что это ленинский чмз чтз это тут противоположное направление то есть она более экологично и более чисто и второй момент вспомните что северо-запад это самый густонаселенный район северо-запад живо нет такого то есть курчатский калининский но у нас появился парковый 2 парковый потом 3 парковый до появился премиум вот и весь город начал в эту сторону двигаться и соответственно так как там очень много народу растет просто там выше спрос в этом направлении то есть там рядышком инфраструктура и не так далеко до черты города получается все верно но сравним менее популярный район там где мы строим это красноармейский район вот конкретно мы строим в поселке петровский 2 оттуда до дома до центра города дать центр добрать чтобы для всех справедливо было я еду 30 минут если я поеду от центра условно в какую-нибудь в какой-нибудь поселок не будем говорить какой но в направлении времен кременкуль да я буду ехать час это еще смотря когда же поетесь дольше будете ехать но это же вот тоже стереотипы потому что вот красноармейское направление троицкий тракт по идее туда вот эти все выбросы и все что чего люди боятся дам этого не чувствуется сколько мы не строим ни одной ни одного запаха не было то есть это нормальный район чистый район и исключая сельскохозяйственные запахи тоже животные вот кстати знаете как между вторым и третьим озером там люди говорят на местные жители говорят что там есть что-то запах какой-то потому что он то ли свиноферма то ли что мы точно не знаю вот но у нас игру мы практически каждый день на площадке находимся строительные нету ничего еще у нас возражение основное что аэропорт рядом у вас тут самолеты взлетают садятся на самом деле глиссада как раз над сосновским проходит они там все время пролетают я могу сказать с определенностью я нам и заживу и такое ощущение как будто надо мной самолеты взлетают какой средний срок строительства дома за год ну такой типовой проект вот в районе 100 квадратов это 5-6 месяцев да ладно так быстро мы вот в июле сдаем дом первый дом который мы построили за три с половиной месяца мы не торопились мы не влияли на качество чтобы быстрее его сделать и мы даже не гордимся что мы так быстро его построили руку уже набили просто набили и плюс все срослось погода все бригады во время выходили все поставщики вовремя привезли строительный материал ну короче все вы просто в елочку то есть погодные условия они очень сильно влияет тоже хочет а вот многоэтажку ее же строят круглый год и зимой в том числе с малоэтажкой такая же история мы ну мало ташку тоже можно круглогодично строить но конкретно мы приняли решение зимой фундаменты не делать все то есть мы чему мне же там и присадки и все остальное дорожание и риски и вот эти присадки они удорожаются есть понятие строительство под ключ в чем она заключается и возможно ли вот в этом строительстве под ключ какие-то свои коррективы провести ну то есть мне не нравится что гостиная чуть-чуть располагается не в том месте хочу в другом тогда вам надо в строительную компанию которые строят индивидуальные дома то есть по индивидуальному проекту точнее сказать на вот тогда да там можно вообще вот все что угодно сделать и треугольную комнату в середине поставить мы для себя приняли решение сделать конкретно 7 проектов которые в принципе практически под любую категорию людей подходят и у нас есть там типа деревенского домика с одной спальни вообще 8 квадратных метров до этого у нас клиенты были мы правда им не реализовали проект но его отрисовали хотели отца отец остался один и хотели его перевести к себе на родину там в деревню где у него там ну все родственники прям находятся и вот не нужен был там мега там большой дом он ну ни к чему это вот небольшой деревенский домик 52 квадратных метра и у нас есть дом там 100 квадратных метров современные с террасой 20 квадратных метров большой и так далее то есть от и до мы подобрали и учли весь свой опыт по спросу в основном и 7 про проектов сейчас клиентам показываем а из чего из чего сейчас строят газоблок только ну не только есть какие еще выражение на рынке бывают и каркасники строят газоблок керамический в этот кирпич керама это дорогое наверное керамический не сильно есть большая а вот каркасные дома все говорят вот быстро возвели быстро сделали запустили эксплуатацию при этом еще есть определенные стереотипы или мифы вокруг них что вот каркасные дома недолговечный дерево безусловно имеет меньший срок эксплуатации чем камень ну или там тот же газоблок да по сути тоже как камнем его называем вот у дерева точно меньше срок и за деревом нужен уход и потом как строили то есть каркасная система ну как каркасная технология строительства она на самом деле дороже чем каменная если вы строите по технологии да позиционирует а как раз это дешево потому что дерево не камерной сушки используют мокрый лес ну естественно важно как человеку разобраться во всем этом вот нас сейчас слушают и смотрят люди вот на рынке каркасные кирпичные есть я видел плиты прямо выпускают из плит делают прям дом на себе газоблок если журнера какой-то блок есть вот давайте подумаем над этим и сделаем небольшой двухминутный перерыв вот полюбуйся видео принесли 40 0 2 немедленно покинуть ангар до взрыва было время был приказ возвращаться я не слышу такая команда еще встретил что а ты струсил товарищ капитан вот вы приехали на пожар что делает командир в первую очередь смотрит и соображает лёш да ты не слышишь конечно слышу к чему этот шантаж а прости у меня развод развод у него женись сначала это время уже познакомиться да да софья мне все рассказал в общем я как-то подумал и решила вернуться на роде то есть к тебе сериал между двух огней смотрите по будням на 31 канале здравствуйте это личное мнение видеться на 31 Продолжение следует... Мы начали говорить про материалы, из которых изготавливают дома, и в чём популярность вот именно... И как разобраться человеку, и как выбрать. Что именно лучше? Что цена-качество. Вот в первую очередь, да, наверное, цена-качество. То есть надо обращать внимание, что... Ну, хотя бы возьмите цену за квадратный метр, да, она должна быть вот в районе 60-70 тысяч за квадратный метр. Почему? Ну, это... Потому что я знаю себестоимость. Вот так и говорите. Я строю, я знаю. Если меньше 60, то это какая-то западня, может быть. Всё верно. Ну, мы сталкиваемся... То есть у нас есть... Не купившие у нас клиенты, которые купили у... Ну, условно, конкурентов. Хотя я конкурентами никого не называю. Больше к партнёрству, так скажем, стремлюсь, да, и рассматриваю других там строительные компании, как партнёров в большей степени. Но купив у других строительных... У другой строительной компании клиент на миллион, причём дешевле дом, чем у нас. Существенно. Оказалось, что в доме там нету электричества, разводки по дому, водоотведения, там скважину он сам должен будет пробурить, и нету фасада, и пошло-поехало, в общем. Вот. И вот к вопросу, да, подключить, спрашивали, что такое подключить. У нас есть комплектация дома, она называется подключим, и у нас другой нету комплектации дома. Вот. И мы туда закладываем всё на свете. То есть человек заезжает с полом готовым под чистовую отделку, да, ну, то есть там, не знаю, клей положили, плитку постелили, готов пол. Натянули потолок, подшкурили стены, наклеили обои. То есть, ну, поставили межкомнатные двери, плентуса, да, там уже по мелочи. И, в принципе, заезжаешь уже там технику, мебель расставляешь. Унитаз работает, вода есть. Вот унитаз, ванну мы тоже не ставим. Нет, я имею в виду, что там есть куда-то... Вода зашла в дом, мы в каждый домокомплект дарим водонагреватель на 80 литров, то есть уже и горячая вода в доме есть своя, и есть слив в выгребную яму, вода из дома уходит, то есть все бытовые отходы уходят. То есть и у нас другой комплектации дома нет, мы даже не продаём дома без фасада. То есть не бывает такого... Что такое без фасада? Ну, то есть это вот голый газоблок, вы видите, а фасада нет. А ни штукатурены, ни крашены. Ничего, да. А не бывает такого, что строительство под ключ, а потом неожиданно появляются какие-то дополнительные взносы, что-то необходимое ещё докупить? Да, по-моему, давно уже такого нет на рынке, да, уже рынок, он так формируется, что... Люди хотят прийти, чтобы всё работало уже. Многие хотят, кстати, с чистовой отделкой, и задают вопрос нам, почему вы в чистовую отделку не делаете дома, ну, как бы это... Это другой бизнес просто. Это как шиномонтажку открыть, и вам будут задавать вопрос, а чего вы шины не продаёте? Да, опять же, чистовая, это же вкус уже, да, ты здесь одно, ходишь, здесь другое, и можно не угадать, если так, да. Может быть, просто люди боятся нарваться на то, что у них там что-то не сделали так, какие-то представления, и, возможно, чистовая отделка, она, ну, не доведёт до того идеального, не знаю, дизайна какой-то, ну, дома, почему нет. Может быть, может быть. То есть не возникают какие-то вопросы у людей, что можете там что-нибудь переделать, там, доделать, они потом сами это всё сделают, реализуют. Вообще часто просят корректировать проекты? Вот у вас семь, казалось бы, у вас есть из чего выбрать. Да, не знаю, процентов 80, наверное, людей, которые хотят индивидуальный проект. Вот здесь стенку отодвинуть, тут передвинуть, да. Да, да, окошко там местами поменять и так далее. Ну, у нас, там вот недавняя ситуация была, у нас проект, который мы ещё не строили ни разу, то есть он на бумаге есть, вживую его нету. 72 квадратных метра, три спальни. И мы в этом проекте не увидели это недочёта, клиент увидел. Да ладно. Да. У нас, получается, три спальни, они идут смежные вдоль одной длинной стены, основной несущей в доме, то есть наружной стены, я имею в виду. Вот, и в одной спальне, у одной стены вход, и две ещё стены с окнами. То есть получается полезная площадь только у одной стены, и то, куда ты кровать поставишь. И получается, у других стен ты даже не поставишь, даже телевизор не поставишь. Ну, то есть окно там. Да. Одно окно попросил убрать. Можно же продавать, а это самая светлая спальня у вас будет вдоль. Ну, да. Вот. И, а, получается, в двух спальнях по одной стенке два окна есть, а в третьей спальне нету, и визуализация дома, ну, не сильно красивая. Ну, окно сдвинуто на другую сторону. И его тоже сместили. То есть вот эти недочёты в проекте, именно, они технические, прям даже, реально полезные. Клиент увидел, и мы такие, о, классно. И ещё в этом же доме у нас котельня, она не хватало там 0,2 куба для того, чтобы котельня подходила под газовое оборудование. Мы стенку просто на 10 сантиметров сдвинули, и всё теперь классно. А относительно дизайна, что-нибудь просят? А давайте, то есть у меня не просто вот так будет, а снаружи ещё что-нибудь конёк мне сделаете. Много что просят. У нас, да, у нас, когда клиенты оставляют заявки, да, там, на разных источниках, у нас есть специально обученный человек, который квалифицирует их. То есть он задаёт определённые вопросы, и те клиенты, которые хотят индивидуальные проекты, либо 300 квадратных метров за 200 тысяч построить, они такие не доходят даже до менеджера. То есть в начале человека их сразу... Человек знает, что он не созрел, он просто первые шаги делает. А какая была неожиданная просьба именно с точки зрения дизайна или проектирования? И которую вы реализовали. А не которую потом объяснили человеку, что не надо здесь конную пару. Не было пока такого. То есть такого не было, что неожиданно там на потолке что-нибудь придумать. Нет, мы стандартизируемся, и вообще весь рынок ИЖС, он приходит очень сильно к модели квартирного статуса, как вот застройщики продают. То есть строится дом, в нём есть там 5 видов планировок, есть единая чистовая отделка, и вот выбирай. А это сейчас связано, что опыт эксплуатации уже вырабатывает у людей определённые потребности. Им уже не нужно что-то причудливое, там, спальня наверху, внизу, здесь ещё что-то. Совершенно верно. Люди уже понимают, что вот это функционально, оно будет работать. Это первый момент. Второй момент, мы же всегда две стороны должны рассматривать. Сторону застройщика, подрядчика тоже же надо посмотреть. Ну, представляете, либо купят 10 домов стандартной планировки, пусть это будет 7 разных проектов, которые у нас есть, и ещё там 3 каких-то повторяющихся. Или мне принесут 10 индивидуальных проектов, которые мне нужно будет посчитать. Ну, вы так или иначе за спросом идёте. Раз типовые пользуются спросом, и люди понимают, что вот это удовлетворяет им потребностям, тут, соответственно, и предложения формируются. Формируются, да, конечно, конечно. Ну, практически всегда человек там хочет что-то поменять, изменить, но у него своё видение, да, и то точно такое же, только вот с другими пуговицами мне надо бы. Ну, а вот вы про газоблок рассказывали. Это тёплый дом, летом нагревается, или зимой вымораживается. Есть ли какие-то минусы? Да, вы можете рассказать нашим слушателям, что это за материалы, и в чём плюсы, и есть ли минусы? Газоблок, если мы берём минусы, он хрупкий, то есть он не любит точечных нагрузок. Но это ваша проблема, а не людей. Ну, да, в том же деле. В том же целом, им уже всё равно. Да, да, да. Вот, из плюсов это, да, действительно очень тёплый блок, ой, вернее, материал строительный, плюс, ну, мы там фасадом закрываем, у нас стена в итоге там 400 миллиметров получается, это, ну, прям мы по Уралу, по стандартам проходим, по промерзанию. Вот. Летом, если в наши дома мы заходим, у нас клиенты потенциальные получают удовольствие, то есть у нас как с кондиционером, как будто дом. То есть он как термос у нас держит холод и тепло, соответственно. То есть летом в нём прохладно, и газоблок ещё есть преимущество, он дышит. Дышит? Как человек, ну, да он прям дышит. Что это за эти, я сто раз уже слышал, дышит. Что там, и что? Что от человека, который в нём живёт, от этого, что он дышит? Ну, если вентиляции нет, ничего на самом деле. А, то есть может даже и без вентиляции стоять он, да? Нет, но я говорю, если нет вентиляции, то никого толку от этого нет, что он дышит или дышит. То есть вентиляция точно нужна будет, да. У вас есть примерную, тоже исходя из опыта, стоимость эксплуатации коммунальных расходов на малоэтажку? Есть, да, такие цифры. Ну, допустим, если это дом, не заведённый газом, ну, не подключённый к газу, чисто электричество, то есть вы тёплый пол, мы систему делаем отопление, и её полностью электричеством отапливаете весь дом, плюс там бытовые приборы, освещение и так далее, где-то в районе 12 тысяч рублей в месяц выходит потребление в отопительный сезон. Это мы говорим 72 метра. Это 100. 100 метров. Да. Если вы подключаете газ, то резко падает тысяч до 3,5-4 в месяц вся электроэнергия. В отопительный сезон. Электроэнергия. Да. Плюс ещё и расходы на газ. Ну, газ там тысячи-полторы, по-моему, выходит. Это зимой? Да. Ну, не знаю. Ну, ладно. Но я к тому, что коммунальные расходы на содержание дома сравнимы с оплатой за квартиру. Ну, плюс-минус, да, чуть больше будет. Ну, понятно. Чуть больше будет. А вот мы начали говорить в самом начале про то, как не нарваться на того недобросовестного застройщика, и вот какие рекомендации у вас есть, и как человеку не столкнуться с этим. Вот с чего начинать человек? Вот он созрел, хочу дом, думает самому устроить, обратиться в компанию. По первой ссылке проходит куда-нибудь, и всё. Да, да, да. Как правило, да, если происходит, что... Но есть предложения, есть сайты. Вот он выбрал, на что обращать внимание? Ну, во-первых, если компания на слуху. Всё равно это немножко обезопасивает, да, но у нас в том же Челябинске есть примеры, когда компания сильно на слуху, и в итоге у нас... Да, это форс-мажор, мы не будем их брать. Мы берём как бы добросовестных, но человеку надо выбрать, и при этом он всё-таки опасается. Ему какие-то вещи нужно знать, вот фундаментальные, на которые нужно обращать внимание. Вот с чего бы я начал, допустим, лично? Я бы обратился бы в какое-то агентство недвижимости, которое занимается профессиональной продажей загородных домов. А если он хочет построить, он не хочет купить, готово, он хочет обратиться к подрядной организации. А то есть риэлторы, они ещё и такие могут информацию. Сейчас очень активно. Я говорю, вот мы занимались продажей договоров подряда от других подрядных организаций в течение 7 лет. Потом мы вышли уже на строительство, потому что мы, самое главное, научились продавать. И раньше рынок, вот агентств недвижимости, риэлторов, они как бы не понимали, что происходит. Сейчас они активно этим занимаются, они активно погружаются в этот продукт и уже начинают понимать. Так вот, риэлтор – это человек, который задаст миллиард неудобных вопросов подрядчику в глаза. Соответственно, я бы на сегодняшний день, как обычный покупатель, у меня возникла идея построить дом, что делать. Я бы лучше обратился в какое-то агентство недвижимости, которое активно продают именно договора подряда. Потому что они ездили по всем застройщикам, ковырялись в каждой стене, заглядывали в каждую щель в этом доме, задавали подрядчику напрямую неудобные вопросы, самые неудобные. Потому что к нам также приезжают эти риэлторы, то есть мы там партнерский канал активно развиваем, и мы знаем, как они к этому идут. То есть они не поведут к нам клиентов, если они увидят какой-то подвох. И это как некий фильтр пройти через агентство недвижимости. Причем, как правило, в агентстве недвижимости даже комиссию не возьмут с вас, потому что застройщик комиссионное вознаграждение уже в стоимость дома заложено. То есть лишних денег платить не надо. Первый. Второй момент – это, конечно же, съездить на строительную площадку. Если это основная, то на нее. Если застройщик строит в разных локациях, то проехаться по этим локациям. По готовым проектам. По готовым. И с соседями в том числе. Вот у нас, допустим, в Петровске 2 приезжают. У нас нередкий случай, когда клиенты говорят, все, спасибо, мы посмотрели, мы подумаем, как обычно, расстались. А потом идут к соседям. Да, человек идет к соседям. Но мы очень спокойно к этому относимся, потому что мы не скрываем у нас, ну, приехав к нам на площадку, вы можете посмотреть, как только начинает фундамент строиться, как он перед заливкой выглядит. А может, вот заказчик, как бы, поощряется, чтобы он мог идти, приезжать и смотреть, как его дом... Столи того, мы на каждый дом ставим видеокамеру. И не человек может... Он может 24 на 7 смотреть, что происходит. В какой момент взял, в тех, в том числе... А прийти, скажите так, неровно кладете чуть-чуть левее. По... в плане... как это назвать-то, бригадирства... Нет, у нас даже в договоре прописано, что не мешать строительному процессу, да, но он может... Это как в автосервисе, да? Нельзя заходить. Ну, во-первых, да, конечно. Смотреть можете, да. Вот. И, во-вторых, в его задачи клиента не входит управлять строительным процессом. Он может... То есть мы с каждым клиентом, опять же, делаем чат в Телеграме, где находится партнер мой, который отвечает за всю строительную часть. Есть руководитель строительных проектов, который контролирует вообще каждый нюанс. Вот просто суммируя, мы же начали с того, на что внимание обращать. Коммуникация. Есть ли коммуникация с застройщиком? Кстати, да. Ну, видите, это все уже после подписания клиент увидит. Нет, он же может спросить у соседей, как общались, посылали или сами вежливо разговаривали. То есть это же можно все узнать у человека. Это да. Репутация, проекты решенные, плюс то, что рекомендуют риэлторы. Вот несколько факторов. Да, это будет, безусловно, фильтром. То есть все вот эти моменты, это будет фильтром, который будет отсекать. Ну и, безусловно, не покупаем дом от физлица. Ни в коем случае. То есть про гарантийные обязательства. Дешевле же может быть. Ну, конечно. Да. Но почему? Вот объясните, почему нельзя у физлица? А потом неожиданно что-то выясняет. Человек построил дом себе, смотрит, пустой рядом участок. Навык уже есть, сам строил, построил еще один и продает его. Да, запросто. На полтора миллиона дешевле. Почему нельзя? Давайте расскажем. Во-первых, это новый дом, который в течение первых, ну, давайте там, максимум двух лет, проявит себя полностью дом. Не имею в виду. Когда сядет? Ну, во-первых, зима это пучинистость, да, начнет там замерзать влажный грунт, начнет там пучинистость, оттаивать. Да, оттаивать. То есть пройдет вот этот цикл, даже в течение года дом сильно себя показывает. Стреснула ли штукатурка внутри, не дай бог, стена, фундамент, еще что-то, ну, короче, последствия. Вот, так вот, в случае, если дом приобретен от юрлица, либо индивидуального предпринимателя, да, у нас по закону защиты прав потребителей 3-5 лет на разный конструктив есть гарантия. Пришли, не знаю, выкупили у вас дом, либо исправили какую-то ошибку, еще что-то, крыша потекла та же, да, пришли, скорректировали. У нас вот в дожди была рекламация в нескольких домах, да, у нас там реально по крыше были моменты, и клиент нам звонит, мы без проблем приезжаем, исправляем эту ошибку нашу, и клиент, как бы, ну, дальше ждет спокойно. Из лица уже не удастся привлечь по этому закону? Ну, то есть, если уже продали все, они не имеют права ничего. А у вас существует гарантия, что если... У потребителя. У потребителя. То есть, если он, да, от юрлица, либо от ипшника купил, то возникает, ну, автоматически, мы, смотрите, даже в договоре не прописываем гарантийных обязательств, потому что... По незаконным гарантированный. Мы можем 300 лет прописать, но мы придем в суд и скажем, нет, там написано ерунда. Вот мы еще один важный фактор с вами выяснили, что покупая у юрлица, можно себя обезопасить от разного рода проблем, которые могут в течение трех лет, или даже 5-ти, а 5-ти, в течение 5-ти это фундамент? Фундамент. Да, конструктив основной. Ну и есть еще один момент, сейчас вот из крово-счета вводят, да, то есть это еще один из факторов. Тоже безопасность. Даже если у вас наличка, вы можете прийти к подрядной организации, сказать, я за наличку устрою, но хочу через из крово-счет. И вот посмотреть, пойдет ли на это подрядчик. Хорошо, сделаем двухминутный перерыв и вернемся к обсуждению. Слово земляники такое. земляника велит поднять в городе всех блатных мазуриков, бручей, затырщиков и мазанных фраеров. Объявить подкидыши и найти. Найти. Секать мне надо из города. Засыпался я. Ищет меня и братва, и фараона. Земляника меня мусорами дал. Брежеш, мы с тобой на улице подыхали. Он нас подобрал и накормил. Я сам слышал, как он Вася самокатую лимончику сказал, что под мусором меня подвел. Здрасте. Здравствуйте. Опаску. Кусок мыла. Зеркальце. Вот тот черный помазок. Ну и краску для вас. Инспектор рабочей крестьянской милиции. Рыжков. Опа. Быстро работать. А вы думали, мы тут в Ленинграде баклуши бьем? Не глупее вас. Да уж. Пройдемте. Недолго музыка играл. Сериал «Подкидыш». Смотрите по будням на 31 канале. Продолжаем говорить про индивидуальное жилищное строительство, малоэтажное строительство. У нас в гостях основатель и директор строительной компании «Житеева» Петр Щербаков. Теперь поговорим про вашу компанию. Что она из себя представляет? Какие услуги вы предоставляете? И вообще, как развивалось у вас все? Часов 8 есть? У нас есть. Готов бесконечно рассказать. Давайте по годам. Сколько существует? Мы существуем с 2020 года. То есть «Житеева» официально в 2020 году. Строиться мы начали в апреле прошлого года. До этого мы продавали договора подряда от разных строительных компаний. То есть мы этим занимались. У нас был такой продукт. Собственно, в прошлом году я вошел в партнерство равноправное. И мой партнер является там опытным строителем, который, собственно, и отвечает в большей степени за строительный процесс. Я там отвечаю за развитие бренда, продажи, да, там, организацию всех процессов. Можно это называть строительной компанией прям? Да, конечно. То есть у вас есть штат. Насколько он штат большой? Нет, техники у нас нету. Технология малой этажки не подразумевает. Для этого не нужно иметь свой парт. То есть в аренду вы не берете строительный. Большие застройщики и краны тоже в аренду берут. Да, ну да, да. То же самое. И по бригадам, по строительным точно такая же история с субподрядом. То есть у нас субподрядчиков на каждый этап строительства есть и субподрядчики, которых мы берем. Малой этажка – это вопрос логистики, в том числе, и организации. Да, да, да. Все верно. А насколько большой у вас штат? Штат у нас не такой большой. То есть если мы официально берем, то есть у нас есть руководитель строительных проектов, который как бы следит каждый болтик, куда был закручен, да, и каждый камушек, где был положен. Есть отдел продаж в составе двух человек. Ну, есть я, есть партнер. Все остальное – это субподрядная история. То есть вот… Есть потолок. Какие планы помасштабировали? Дом чего вы хотите дорасти? Ну, вообще, там, 36 домов в месяц, да, это такая наша… Цель. Основная цель, да. Вот. Ну, вот этот год, первые полгода подкосили нас там все с непониманием программы потечных. Они на нас очень сильно влияют на результат. Ну, и, собственно, как у всех, даже в квартирном статусе застройщиков, так же влияют. Ну, и на следующий год хотелось бы выходить на какие-то другие регионы. Вот вчера буквально я провел переговоры, и у нас наш бренд теперь будет присутствовать в Санкт-Петербурге. Почему-то хотелось поэтапно, типа, Екатеринбург, там, Миаск. Ну, потихонечку. Двигаться на запад. Тут мы сразу туда перепрыгали. Сразу туда, да, да, на 2000 километров. А в Черябинске что, кончились участки уже? Нет, еще есть, и перспектива огромная. А насколько у вас перспектива? Что вы хотите? Насколько увеличить? Ну, у меня личная цель, она такая, как эго. Эго мое, наверное, потешить, это построить поселок Житеево, то есть чтобы после меня любой человек мог открыть дубльгиз, и там на карте есть Житеево, да, то есть вот это вот. Вы уже себе представляете проекты домов, которые там будут? У нас в этом году даже уже готов генплан поселка Житеево с проектами, и у нас не получилось выйти на сделку по покупке земельного участка, в общем, переговоры у нас сорвались. Ну, не буду говорить причины, но в общем, переговоры сорвались. Мы в этом году должны были начать его строить, уже все было к этому готово, генплан, инвестора, в общем, все готово. Ну, что-то не сработало. Последний момент, да, все сорвалось. Сейчас, пока у вас вот эти стратегические планы отложены, сейчас Житеево это что? Это для кого? Это для клиента с уровнем дохода средней, ниже среднего. Это молодые пары, семьи с одним, двумя детьми. Это доступный по цене дом с хорошим качеством, то есть мы сильно не экономим на качестве строительства, то есть особенно в фундаменте мы там денег закапываем, ну, приличное количество. Нас даже некоторые там смеются над нами, типа, что можно было попроще сделать под такой дом, мы говорим, да не-не, у нас свое видение. И, ну, то есть в первую очередь это доступное жилье с хорошим качеством для основной массы населения, так скажем. И семь проектов в кейсе. И семь проектов в кейсе, да, которые подходят. Где вас найти? Как вас найти? О, у нас много, откуда мы цепляем, где мы светимся. Каналы коммуникации. Каналы коммуникации, да, очень много у нас, вплоть до, даже, мы третий год, ну, это моя личная инициатива, мы участвуем там как генеральный, типа, партнер или спонсор, я не знаю, велопарада. То есть мы каждый год там дарим велосипед на этом мероприятии. А так это основное, что у нас сайт, житеева.ру. Там есть калькулятор, чтобы человек зашел, допустим? Калькулятора нет, есть проекты, под которыми написана цена, вот, оставили заявку, на сайте можно запросить каталог проектов. А то есть там расписано, что входит в проект, что входит в стоимость. Вот на сайте мы более коротко это сделали, потому что, ну, сайт это, как сайт? Первый контакт. Да, да, да. Но на сайте вы можете запросить каталог, оставить заявку, менеджер вам вышел. А люди вот всегда пугаются, когда говорят, напиши телефон, с вами свяжется менеджер. Да, еще и тормозят. У вас добрые менеджеры, не назойли. Крайне вообще. Мы реально ничего не продаем. А может человек просто, он скажет, я вот что-то посмотрел программу и просто хотел узнать, доступно мне или недоступно. Чтобы он позвонил, например, сказал, какой доход у него, там, чего он хочет. И менеджер... Все расскажем. ...с ним поговорит. А еще нужно подытожить, какие льготы могут люди использовать при строительстве индивидуального жилья. Еще раз, да, надо сказать. Давайте... Обобщим. Да, на сегодняшний день это единственная семейная ипотека, то есть это семья с одним ребенком до 6 лет включительно может получить семейную ипотеку в размере, ой, вернее, со ставкой 6% годовых. Сельская ипотека еще. Сельская ипотека тоже, может быть, это 3%. Ну, тут, как бы, не знаю, стоит ли они, не стоит разговаривать, она мне не нравится просто. Ну, люди сами разберутся. Ну, вообще, да, давайте так. То есть есть инструменты, какой выберут уж сами? Это 3% с нефиксированной на весь срок ставкой, с приличной суммой страхования перед сделкой в районе 70, там, если это 2 заемщика, за все 100 тысяч можно завалить по страховке. То есть это вот сельская ипотека. И что-то еще хотел сказать. По сельской ипотеке лимит 3 миллиона на одного заемщика, ой, 6 миллионов на одного заемщика, на двоих 12. И семейная ипотека, это лимит всего 6 миллионов. То есть кредитных средств вам дадут 6, ну и плюс ваш первый взнос, там, сколько у вас есть, там, 2-3 миллиона, вот в этот бюджет вы можете рассчитывать. А в вашей компании стоимость домов средняя? 5 миллионов 600, плюс земельный участок, 400 тысяч, 6 миллионов ровно. Мы со всех сторон подумали. Нет, ну, конечно, все это, я считаю, гораздо привлекательнее. Квартиры выглядят, особенно по цене, и потому что сейчас ипотека недоступная стала, а в загородом можно свой дом построить, и, как вы говорите, рекордный срок 3 месяца у вас. 3,5, да. И быстрее можно? Или нет? Нет, можно, но... Но не нужно, да? Вдруг это качество пострадает, поэтому лучше не стоит. 5-6 месяцев, спокойный темп, со всеми рисками погоды, там, и так далее. Когда планировать покупку? Осенью, чтобы зимой все продумать, все оформить, и весной начать строить? На самом деле без разницы. Без разницы. Можно и осенью выйти в сделку, зайти в сделку, мы перед зимой зальем фундамент, он отстоится зиму, весной мы при первых плюсовых, там, ночных стабильных температурах уже начнем, там, возводить стены. Мы даже стены, в принципе, и зимой строим, там, без разницы. Вот. А... То есть, нет такого сезонности, что вот, там, осенью надо заходить. Без разницы. Просто так, у людей все равно стереотипа, что строительный сезон с весны начинается. Есть такой момент, да. Если задумали построить, то не откладывайте, набирайте в поисковике Житеева, звоните, самый глупый вопрос задавайте, самый глупый вопрос, они самые важные, не стыдитесь, можете пытать менеджеров Житеева, вот нам основатель сказал, что ничего вам за это не было. У нас, к сожалению, время передачи подходит к концу, у нас в гостях сегодня был основатель и директор строительной компании Житеева, Петр Щербаков. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова